всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня хочу вам показать рацион нашего дня и поделюсь с вами двумя веганскими рецептами один на завтрак и другой на обед на мой взгляд эти рецепты достаточно простые и легкие в приготовлении это кстати одни из моих самых любимых рецептов поэтому готовим мы их дома достаточно часто но перед тем как мы начнем я хотела бы к вам обратиться и сказать о том что если вы постоянно смотрите мое видео либо может быть это первое видео на которое вы наткнулись если оно вам нравится то пожалуйста поставьте лайк и если хотите дальше смотреть мой канал подпишитесь на мой канал либо же поставьте дизлайк для меня это очень важно и очень важно для развития моего канала а теперь начинаем на завтрак я сегодня буду готовить веганский омлет перед готовкой я обычно выжимаю из тофу всю лишнюю жидкость на двоих я использую примерно 300 350 или 400 грамм тофу разогреваю духовку потому что сегодня омлет я хочу положить на подпекшийся хлебушек для обжарки использую кокосовое масло и когда сковородка нагрелась обжариваю тофу я люблю когда она так хорошенько обжарена поэтому долго держу его на одной стороне и только потом переворачиваю дальше нарезаю целый лук и обжариваю сначала на большом огне постоянно помешивая а потом уже уменьшаю огонь потом нарезаем помидоры и отправляем их луку и специи нам понадобится пол чайной ложки куркумы чайную ложку чеснока чайную ложку лука 1 4 паприки и совсем чуток чили порошка потом две столовые ложки пищевых дрожжей деактивированных столовая ложка тахини и приблизительно 120 миллилитров молока у меня овсяное молоко также добавляйте соль и перец по вашему вкусу перемешиваем это все и вливаем в тофу с луком и помидорами мешаем ждем пока все это впитается в тофу и накладываем на хлеб сверху мне нравится добавлять авокадо этот омлет можно кушать без хлеба но с авокадо обычно мы так и делаем но так как сегодня дома был хлеб то решили использовать хлеб после завтрака я обычно завариваю себе кофе чай или мачу даже если я еду на работу то один из этих напитков я заливаю в термос и беру с собой вот но в последние дни я стараюсь уменьшить употребление кофе поэтому каждый день уже на протяжении недели готовлю себе мачу хотя скажу вам честно я великий любитель кофе во первых мне нравится вкус кофе во вторых у меня очень часто болит голова потому что у меня пониженное давление и вместо того чтобы принимать допустим таблетку цитрамона я выпиваю чашку кофе и все головной боли как не бывало и я дальше счастливо проживаю этот день поэтому я буду пить свою мачу и монтировать свое видео одним из моих самых любимых перекусов является поджаренный хлеб с арахисовой пастой мне кажется это какое-то вообще произведение искусства очень легкое быстрое вкусное и питательное мне еще нравится поджаривать хлеб на масле это масло немножечко такое соленое поэтому получается классный контраст соленое чуть масло остается на поджаренном хлебе паста и сладкий банан то есть в общем очень вкусный контраст получается и мне нравится что она еще хрустящая к нам сегодня приехала новое оборудование для работы боже это собака есть все подряд в общем приехала сегодня к нам новое оборудование для работы и она оказалась очень-очень тяжелым в итоге она еще стоит все на улице и мы попытаемся арендовать машину которая сможет поднять либо вы тут ребята которые работают рядом может быть они нам помогут потому что вдвоем кевин его отец поднять не могут мы пока тут распаковывал распаковываем этот целлофан флако а флака самых нас великий помощник в итоге мы решили что ребята которые здесь рядышком работают они сказали что придут помогут нам только нам вот сначала нужно вот это вот оформить и потом они нам помогут потому что мы хотели арендовать машину которая сможет поднять вот но они сказали что это только в конце рабочего дня и это в общем еще ждать дофигища до конца рабочего дня на обед мы домой не успеваем потому что пока мы только загрузили эту машину но вот эти вот белые штуки ставни не знают не называются и нам еще нужно сюда ввести в наше рабочее пространство поэтому мы заказали я заказал себе суши и салат поэтому сегодня до поздна нужно будем на работе а и и а и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Дальше в меню у нас с вами будет vegan mac and cheese, то бишь веганские макароны с сыром. Туда можно добавить вообще любые овощи, но так как у меня овощей никаких нет, то я просто сделаю макароны вот с этим сырным соусом. Нарезаем целую луковицу, дальше 4 или 5 зубчиков чеснока и 2 маленькие картошки. На разогретую сковородку кидаем лук и чеснок. Когда лук и чеснок хорошенько обжарились, добавляем картошку и немного воды. Потом закрываем крышкой, чтобы картошка приготовилась. Дальше кидаем макароны в кипящую воду. И пока все готовится, можем перейти к соусу. Нам понадобится полстакана кешью, замоченных на ночь. Кидаем их в чашу, потом добавляем всю смесь со сковороды, приправы. И смешиваем блендером. На сковороде остается немного воды, поэтому соус смешивается легко. Если у вас вся вода выкипела, добавьте воды из кастрюли, где варятся макароны. Соус получается очень вкусный. Это, конечно, не сырный соус, но действительно очень вкусно. Но соль и перец вы уже можете, конечно, регулировать по своему вкусу. Вкусно? Очень вкусно. Бит соль, то ли? Хорошо. В общем, вердикт Кевина, что вкусно? Вкусно. Вкусно, очень вкусно. Очень приочень. Очень приочень. Я выбиваю оценку повыше сама. Но Кевин сказал, что недостаточно соли. Поэтому добавим соли и будем кушать. Приятного аппетита! Если вам понравилось это видео, ставьте свои лайки, комментарии, подписывайтесь, отписывайтесь, если вам не нравятся такие видео. И хорошего вам дня! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!